В телеканале эфир продолжает хроника происшествий. В студии Равиль Сайганов. Серьезная авария с трагическим финалом произошла на улице Ютазинской в поселке Левченко. Глубокой ночью жители девятиэтажного дома, стоящего у дороги, услышали оглушительный удар. А когда выглянули на улицу, то увидели ладу, которая на полном ходу влетела в припаркованный грузовик. Водитель 14-й сразу же скрылся, бросив в машине умирающего пассажира. Руками ничего не трогать. Первым делом по прибытии на место происшествия сотрудники полиции к автомобилю подпустили экспертов-криминалистов. Необходимо было снять отпечатки пальцев водителя для того, чтобы достоверно установить, кто последним находился за рулем в этот вечер, ставший роковым для пассажира 14-й. Все ветром друга знают. Нормальный парень, как парень. Удар, а припаркованный грузовик пришелся пассажирской стороной. Водитель, вероятно, не получил даже царапины. А вот молодой человек, сидевший справа, оказался тяжело травмирован. Но, судя по всему, какое-то время был еще жив. У него ребенок остался. Вы же сюда, наверное, тоже сказали. Он женат, да, был? Ну, в гражданском браке, как бы. Ребенок, женат, не здесь живет. Он к родителям приехал. Водитель Лады сразу же сбежал с места ДТП, даже не вызвав скорую, и фактически бросил умирающего человека на произвол судьбы. Полиция теперь намерена выяснить, чем было продиктовано такое поведение. Самый главный вопрос на данный момент в этой трагической истории, это то, почему скрылся водитель 14-й. Личность его на данный момент уже установлена. По месту жительства направлен патрульный экипаж. Если в ходе всех этих мероприятий установят, что за рулем находился именно он, да еще если и в нетрезвом виде, то ему будет грозить реальное лишение свободы по обвинению в уголовном преступлении. Очередная авария с участием мотоциклиста произошла на улице Карла Маркса. Там водитель двухколесной машины на мокрой дороге не справился с управлением. Зацепил ограждение на полной скорости, а прокинулся на бок. Когда очевидцы подбежали к месту падения, то оказалось, что байкер удачно отделался. Правда, удача очень скоро его покинула. Сразу с приездом инспектора в ГАИ. Вообще, как выяснилось, мотоциклист собирался как можно быстрее покинуть место ДТП. Он не получил никаких серьезных увечий и не был склонен драматизировать ситуацию. Мотоцикл просто упал и сломался. А я ничего, все нормально. Даже не грязно. Быстро ретироваться владельцу мотоцикла помешали очевидцы и поломка мотоцикла. Кроме того, совсем рядом нес службу экипаж ДПС, и инспекторы также оказались на месте происшествия уже через несколько минут. Кто-то двое подъехал, нормальный мотоциклист, все в порядке. Помощь, защита, щитки, все как положено. Вы давно вообще на мотоцикле? Версу. Оказалось, что в отличие от дисциплинированных собратьев по цеху, у упавшего мотоциклиста с документами не все так гладко. И расстаться с сотрудниками ГАИ ему сразу же и не удалось. Молодой человек очень быстро пожалел, что вообще выехал в этот вечер на дорогу. Судя по всему, основной причиной этого ДТП стало то, что внедорожный мотоцикл молодого человека слабо приспособлен к условиям городского движения. А при мокрой дороге узкому протектору двухколесной машины просто не хватило коэффициента сцепления с дорогой. Поэтому мотоциклист и упал вот на этом практически ровном месте. Теперь мотоцикл молодого человека эвакуируют на штрафстоянку, а на самого владельца наложат крупный штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Из-за огромной скорости сегодня ночью произошла серьезная авария на улице Миля. На мокрой дороге «Лада-14» модели врезалась в столб, а затем ее отбросило на другую машину. Сразу после аварии водитель попытался уехать с места ДТП, а когда не смог этого сделать, попросту сбежал. Несмотря на позднее время, в момент ДТП было уже около двух часов ночи, и на не слишком оживленное движение нашлись очевидцы, которые видели, как произошла авария и почему. За мной ехал, перенажка, в зеркало смотрю, потому что он в поворот не входит, и вот, то есть, заносит, сцепляет «Опель», и он в тот столб ударяется, то есть, затем ходил. Потом он скрылся с места ДТП, я там развернулся, как помощь хотел предложить. Он предложил помощь, они как пьяные были, отказались от помощи. «Лада» потеряла управление, в повороте ушла в занос, после чего ударилась об столб и была отброшена на «Опель». Водитель отечественного авто не только отказался от предложенной помощи, но и после аварии попытался уехать. Не позволило техническое состояние машины. Тогда он просто сбежал, оставив других участников в одиночку строить предположение относительно его поведения и подсчитывать ущерб. «Понесло вот так, и он сидел». «Да, его понесло сначала. Задел, получается, вон там». Ущерб, нанесенный «Опелю», возместит страховая компания по полюсу «Каска». А вот неприятности для водителя 13-й еще только начинаются. Ему предстоят долгие и неприятные процедуры разбирательства его поведения в ГАИ. Плохая освещенность проезжей части и дождь стали причиной аварии, которая произошла поздно ночью на проспекте Амирхана. Подъезжая к авторынку, водитель автомобиля «Митсубиси» не заметил начало разделительного газона и вылетел с дороги, разрушив при этом сразу пять секций металлического ограждения. В результате иномарка оказалась основательно разбита. Водителю и пассажирам повезло, они не получили никаких травм. Необычное ЧП произошло на проспекте Победы. Там автомобиль «Хундай-Лантра» на переезде через трамвайные пути угодил в такую яму, что в салоне сработали подушки безопасности. В результате пострадала и сама иномарка, и люди, сидевшие в ней. Яма, образовавшаяся на переезде через трамвайные пути, имеет действительно выдающиеся параметры. Ее ширины и глубины хватило для того, чтобы на ходу остановить автомобиль, нанеся ему при этом удар такой силы, что системы безопасности приняли его за столкновение и сработали как при ДТП. Мы смотрели, подушки у нас выстрелили, и лобовое стекло. И вот как вышли, бамперы посмотрели, на бамперах царапины. Ну там внутри, еще снизу не видно, надо посмотреть будет запах. Сами молодые люди отделались ушибами, полученными от подушек безопасности, и состоянием легкого шока. Настолько неожиданно все произошло на привычном вроде бы маршруте. Учитывая, что молодые люди действовали правильно, полностью зафиксировали все повреждения, дождались ГАИ, они имеют достаточно высокие шансы получить от организации, ответственной за эксплуатацию этого участка дороги, полное возмещение причиненного вреда. И лучше бы этой организации пораньше отремонтировать этот участок. В противном случае они рискуют получить еще не одну такую претензию. Не имея полной страховки, молодые люди намерены идти до конца и добиваться положительного решения суда. Тем более, что подобные примеры в судебной практике имеются. Полуобнаженную женщину обнаружили вечером в кустах у дороги на улице Восход. Поначалу очевидцы заподозрили, что человек мертв. На место вызвали скорую. После осмотра медики всех успокоили. Женщина жива, правда, находится в сильном алкогольном опьянении. Как женщина без одежды и в таком состоянии оказалась на улице, можно будет установить только после того, как пострадавшая протрезвеет. Крупный канал распространения марихуана выявили оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Полицейским стало известно, что несколько жителей Казани пытаются наладить в городе бесперебойную торговлю наркотиком. Для того, чтобы взять преступников с поличным, стражи порядка решили провести контрольную закупку. В результате проведенных оперативных мероприятий с поличным были задержаны три жителя Казани. Основным поставщиком наркотика оказался сотрудник одной из дорожных фирм города. Оперативникам удалось установить личности данных граждан и войти к ним в доверие под видом жителей другого города, заинтересованных в приобретении наркотиков автовыми партиями. Растительнообразное вещество характерным запахом, похоже на марихуану. Предполагается, предположительно, марихуана. Со слов полицейских, наркотик крупными партиями завозился из бывших союзных республик. Впрочем, сами задержанные категорически отрицали свою причастность к перевозке зелья. В итоге, в общей сложности, из незаконного оборота наркотиков было изъято более 4 килограмма марихуана. Пока на текущий момент установлено, что наркотики поставлялись в город Казань из одной из среднеазиатских республик. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Ведется следствие. Об опасности к жизни мы рассказываем каждый день, в надежде, что с вами такого не случится.